Чёрная пантера Чёрная пантера Которая скрывает от остального мира своё главное достояние – редкий металл-вибраниум. Благодаря нему Ваканда стала богатой, независимой и технологически сверхразвитой страной. Защищать страну и её богатство призван король Ваканды – Чёрная пантера. Титул пантеры и заодно сверхспособности можно не только унаследовать, но и заслужить, пройдя сложные испытания. Давайте посмотрим трейлер. Наш мир меняется. Скоро он расколется на завоёванных и завоевателей. Ты хороший человек. С добрым сердцем. По-хорошему человеку трудно быть королём. Марвел представляет Чёрная пантера Фильм вызвал почти единогласное одобрение в западной прессе. По мнению киноэкспертов, Чёрная пантера поднимет супергеройское кино на впечатляющие новые высоты. Расскажет одну из самых затягивающих историй киновселенной Марвел и введёт нескольких её самых проработанных персонажей. Двигаемся дальше. Сборы романтического фильма «Лёд» превысили миллиард рублей. Это пятый результат в рейтинге скорости покорения миллиардной отметки среди российских фильмов. Количество зрителей, посмотревших картину, превысило 4 миллиона человек. Фильм полностью окупился и принёс своим создателям ощутимую прибыль. В этом году на «Оскар» претендуют такие фильмы, как «Форма воды», «Три билборды на границе Эббинга-Миссури», «Дюнкерка» и «Призрачная нить». Однозначного лидера нет, поэтому церемония обещает стать захватывающей. Проведёт её Джимми Киммел. Церемония состоится 4 марта. Впрочем, в конце месяца, а именно 26 числа, пройдёт ещё одна кинопремия Kids Choice Awards. В главной категории «Лучший фильм» за победу будут бороться «Красавица и чудовище», «Стражи галактики. Часть 2», «Джуманджи Зов джунглей», «Человек-паук. Возвращение домой», «Звёздные войны 8», «Последние джедаи», «Величайший шоумен» и «Чудо-женщина». Результаты обязательно обсудим в будущих выпусках «Афиши кино». Сукачёв и Охлобыстина звучат героев новых серий «Простоквашина». А мама дяди Фёдора заговорит голосом Юлии Меньшовой. Имя того, кто озвучит кота Матроскина, пока держится в строжайшем секрете. Также есть информация, что у дяди Фёдора появится очень симпатичная сестра. Новые серии мультсериала покажут зрителям весной. Всего будет выпущено 30 серий. Грут мёртв. Режиссёр «Стражей галактики» шокировал фанатов. Джеймс Ганн заявил, что персонаж по имени Грут, появившийся в первой части «Стражей», больше никогда не появится в первозданном виде. Создатель диалогии фильмов пояснил, что Росток, оставшийся от убитого Грута, следует считать его сыном. Многие зрители думали, что из Ростка, оставшегося после гибели оригинального Грута, вырастет такой же персонаж со всеми его воспоминаниями и повадками. Фанаты отметили, что малыш Грут ведёт себя совершенно иначе, в отличие от своего родителя, что было явным указанием режиссёра на необратимость изменений в составе персонажей «Стражей галактики». Теперь о новинках проката. «Афера» — это тоже игра, слоган российской картины в жанре фэнтези режиссёра Александра Богуславского «За гранью реальности». Фильм об авантюристе Майкле, проворачивающем «Аферу» в европейском казино, в команде ребят с паранормальными способностями и благодаря переодеванию и пластическому гриму. В главных ролях Милаш Бикович и Антонио Бандерас. Смотрим трейлер. Но что, если заменить подготовку способностями этих ребят? Мы пойдём в самое дорогое казино. Там нет никаких лимитов поставки. А значит, одна ночь. Один большой курс. Я бы на это посмотрел. Ты думаешь, ты профессиональный аферист, который знает, когда рисковать? Ну, может, стоит передумать. Вы со мной? Хотите уйти отсюда живыми и богатыми? Делайте то, что я говорю. Это все, бэби. Да я просто шучу. Нет, не шучу. Нет, шучу. Ты хороший мальчик. Во время съёмок на улицах Рима Антонио Бандераса узнавали прохожие. И вокруг съёмочной площадки собирались толпы зрителей, затрудняя процесс съёмок. Даже владелец мотороллера, припаркованного на точке съёмки, когда увидел Антонио Бандераса, был так заинтересован, что отъезжая не смог отвести взгляд и упал. Будьте осторожнее. Следующая новинка – российская драма «Довлатов». Фильм о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова. В Ленинграде начало 70-х годов. Накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Протского. Это круговорот и парадоксальных, и смешных ситуаций. Зритель откроет для себя жизнь тонкого, блестящего, одного из самых популярных русских прозаиков 20 века. Если в СССР тебя не публикуют, и ты не член Союза советских писателей, то тебя не существует. Тебя нет. «Довлатов, зачем вы это всем организируете?» «Вы способный человек, но сразу видно, что мало понимаете жизни. Пишите о каких-то мелочах с вашим другом Бродским». «Мне кажется, что мы последнее поколение, которое может спасти русскую литературу». «Сергей, ты меня не замечаешь. Ты просто шутила о любви жену. Я думала, ты в меня влюблен. У меня жесть перед ним. Зачем тебе дичь писать?» «А ты пиши, пиши. Что-то после тебя останется». Еще одна драма «На этот раз о любви» расскажет о мужчине и женщине, влюбленных друг в друга, которые находятся на грани жизни и смерти, будучи разделенными тысячами километров. В главных ролях Джеймс Маковой и Алисия Викандер. Смотрим трейлер. «Земля тленна, а океан не обратится в прах никогда». «Я тебя никогда не забуду». «Можешь открыть глаза». А теперь премьера для «Малышей» по мотивам романа Мэри Стюарт «Маленькая метла». По сюжету юная Мэри во время скучных каникул в глухой деревне находит дивный цветок. Его магическая сила уносит Мэри в далекое зачарованное царство, в мир, полный невероятных приключений и завораживающих чудес. И этому миру грозит опасность. Мэри предстоит пройти через рискованные испытания, спасти жителей сказочной страны, узнать, что такое настоящая дружба и понять, мечты, даже самые необыкновенные, иногда сбываются. Я превращу тебя в нечто волшебное. Она нам все разрушит. Я ни за что не сдамся. Я дала слово. Мы вернемся домой все вместе. Дай мне руку! Мэри и ведьмин цветок С вами была программа «Афиша кино». Смотрите качественные фильмы. Вернемся в эфир через неделю. А еще раньше увидимся в кинотеатрах города.